МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Те самые 40 кошек. Как бороться с соседями, которые сделали из своей квартиры приют. Темп-2022. Во Дворце детского творчества подвели итоги театрального марафона профессий. Мастер-классы, увлекательные квесты, творческие конкурсы. Как пройдет ночь искусств в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. Сосед держит в квартире десятки котов, собак или других животных. Такие новости периодически появляются в новостных пабликах. Терпеть зоопарк в чужой квартире не обязательно. Наша съемочная группа узнала, как действовать, если животные соседа мешают жить. Милые, пушистые, ласковые, добрые. Многие городские жители заводят домашних питомцев. Они приносят в дом уют и гармонию. Но бывает, что в одной квартире заводят десятки животных. Они приносят в дом резкий неприятный запах подъездю, шум по ночам и даже тараканов. Что делать, если ваш сосед решил превратить свою квартиру в настоящий приют? Саровчане редко обращаются к нам с жалобами на так называемые проблемные квартиры. Сообщили в МУП «Центр ЖКХ». Однако такие обращения все же есть. Если вас беспокоит шум или запах от питомцев соседей, попробуйте сначала решить этот вопрос переговорами. Считает специалист МУП «Центр ЖКХ» Светлана Фатькина. Если это не помогает, можно обратиться в МУП «Центр ЖКХ». Это что касается, если запахи присутствуют в доме. И в наших полномочиях мы можем выписать предписание, которое может в принципе помочь. Если это не помогает, конечно, правоохранительные органы плюс обращение в суд. В судебном порядке жители дома могут потребовать привести квартиру или общее имущество многоквартирного дома в надлежащее состояние, возместить нанесенный животными ущерб и дезинфицировать жилое помещение, а при необходимости весь подъезд. Среди необходимых документов в суд необходимо предоставить, конечно, коллективное заявление, если оно, тем более, подавалось в нашу организацию. Потом есть какая-нибудь бумага из правоохранительных органов. Ну и свидетельские показания, конечно, тоже будут играть роль, если все соседи явятся в суд. Это, конечно, будет большим плюсом. Ссылаться в таком иске нужно на статью 17 ЖК РФ. Жилое помещение предназначено для проживания граждан, пояснила Светлана. Если человек использует квартиру с нарушением целевого назначения, разводит собак на продажу или организовал гостиницу для животных, это нарушение требований ЖК РФ. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в Нижегородской области состоится с 3 по 8 ноября. Мероприятие пройдет в очном и дистанционном форматах на трех языках – русском, английском и испанском. Длится диктант 45 минут. Для участников младше 16 лет задания состоят из 20 общих федеральных вопросов. Для граждан старше 16 лет в диктанте предусмотрено 30 вопросов. 20 из них общие, а 10 – специальные для каждого субъекта России. Принять участие в онлайн-формате можно на сайте meretna.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиян ждут длинные выходные. Рабочая неделя будет на один день короче из-за государственного праздника – Дня народного единства, который в этом году выпадает на пятницу. Эксперты по трудовому праву отмечают, что несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам снижать нельзя. Сделщикам и работникам на часовой оплате работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. При сменном графике работу в праздничные дни должны оплатить в двойном размере. Привлечь человека к работе в выходной и праздничный день можно только с его согласия или в случае чрезвычайной ситуации. За это работник может получить либо оплату в двойном размере, либо взять дополнительный выходной. За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю может грозить штраф. Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на российскую систему бронирования билетов под названием «Леонардо». Перевозчик возобновил работу онлайн-сервисов по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов. «Мили» участников программы лояльности «Аэрофлот-бонус» за совершенные ранние перелеты будут сохранены и начислены в полном объеме, заявила авиакомпания. Но отдельные услуги могут быть временно недоступны, пока продолжается адаптация новой системы. На отечественную систему бронирования «Ростеха» также перешли «Победа», «Ред Винкс», «Аврора», «Руслайн», «Ямал» и другие перевозчики. На поддержку мобилизованных нижегородцев, а также добровольцев, которые заключили контракт, направят 331 миллион рублей. Об этом сообщает Нижегородское ЗАГС Собрания. Деньги пойдут на обеспечение социальных контрактов. Материальная поддержка включает 50-процентную компенсацию коммунальных платежей, льготы по кредитам и лизинку, детские выплаты, оплату образовательных услуг и питание для детей. Завершением шестого городского конкурса «Театральный марафон профессий» стала церемония награждения. Во Дворце детского творчества собрались 19 команд участников – их педагоги, наставники и друзья. На подведение итогов побывала и наша съемочная группа. Победители шестого «Театрального марафона профессий» команда школы номер 11 «Подружки» пришли на церемонию награждения в тех костюмах, в которых выступали. Им на жеребьевке досталось интересное сочетание профессии, орудий труда и региона, которые они должны были включить в сценарий – джазовый музыкант, труба и республика Татарстан. Наталья Хатункина с дочерью Евой участвовали в «Темпе» впервые. Мы дебютировали, были первый раз. С нами были в группе профессионалы, симпатича Чемаковых. Очень и очень волнительно. Не знали, с чего начать, но они нам подсказали. Большое спасибо нашему классному руководителю Дутины Калины Викторовне о том, что она нас направила, с детьми прорепетировала. В общем, все понравилось, все было здорово. Будем участвовать еще. Среди детских садов победителем стала команда «Профи» 30-го детсада. Третье призовое место разделили сразу две команды. 41-й детсад покорил жюри зарисовкой об уроках в начальных классах и интересной народной калмыцкой сказке. Во время выступления четвертого детсада сцена на несколько мгновений превратилась в школьный кабинет химии. Директор вместе с учениками творили волшебство, смешав в воде с красителем обычную соду и лимонную кислоту. У нас очень дружная команда детского сада «Четыре солнечного города», поэтому у нас, как большая семья, мы готовили сценарий вместе. Дети нам помогали, естественно. Блестящие выступления, фейерверк, красок, идеи, прекрасно воплощенные постановки. Год от года марафон профессии удивляет мастерством и талантом своих участников. Так, чтобы соединить в одном пятиминутном выступлении и профессию, и рассказать о регионе страны, и какую-то еще предметную область затронуть. И все это и в стихах вы сумели, и в прозе, и с музыкальным оформлением. И такие замечательные костюмы были. А дети-то ваши, какие красивые на сцене. Финалистам вручили дипломы и памятные подарки. В этом году 13 команд получили пригласительные билеты в Саровский драматический театр на спектакль «Белоснежка и семь гномов». 2 ноября с 18 до 22 часов в Сарове пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». Мастер-классы, увлекательные квесты, творческие конкурсы, экскурсии, игры. Все это ждет горожан на трех площадках – в городском музее, художественной галерее и библиотеке Маяковского. В среду 2 ноября в Сарове состоится традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме нашей традиции. Саровщан с 6 часов вечера ждет насыщенная развлекательная и познавательная программа. В городском музее «Ночь искусств» стартуется открытие выставки «Святой Руси заступники». Образы русских святых из своей коллекции представит Государственный исторический музей. Сотрудники столичного музея также проведут экскурсию по экспозиции. Впервые 2 ноября горожане смогут принести свои иконы, которые являются семейными реликвиями, на бесплатную экспертизу специалистам Государственного исторического музея и узнать их историю возникновения. В связи с 95-летием академика Юрия Алексеевича Труднева 2 ноября в нашем музее открывается новый раздел постоянной экспозиции, приуроченный данному выдающемуся человеку. Для гостей в городском музее подготовили творческие мастерские, игры-викторины, познавательные занятия, квесты, интерактивные площадки. Также состоится кинопоказ, посвященный академику Трудневу. Много интересного для горожан подготовила и художественная галерея. Там состоится открытие сразу двух экспозиций – художники Сарова-2022 и областного фестиваля народного костюма «Краса России». Мы ведем на протяжении уже многих лет проект «Открыто об архитектуре». В этот раз у нас будет лекция, которая называется «Умышленный город». Мы поговорим о том, как создаются города на пустом месте, кто их создает и расскажет нам это все дизайнер Юрий Ватуллин, член Русского географического общества. С шести часов вечера в галерее покажут несколько фильмов в рамках кинофестивалей «Набат», «Дни научного кино» и «Нижегородский кинограф». Для самых маленьких гостей «Ночи искусств» предусмотрена детская программа. Для ребятишек подготовили мастер-классы и интерактивные занятия. На детскую программу нужно обязательно записаться, потому что у нас ограниченное количество мест, и мы не хотим, чтобы кто-то расстраивался, что хотел попасть и не попал. Поэтому с сегодняшнего дня можно записываться. «Ночь искусств» пройдет и на площадке библиотеки имени Маяковского. Записаться на творческие площадки художественной галереи можно по телефону 702-87. Полностью программу акции «Ночь искусств» можно посмотреть на сайте департамента культуры и искусства artsarov.rf. Мероприятия пройдут до 10 часов вечера. Центры досуга пожилых людей возобновили свою работу после летнего перерыва. Для ветеранов подготовили развлекательную программу, а также встречи с представителями городских организаций. На одном из мероприятий побывала наша съемочная группа. Основная задача Центра досуга для пожилых людей – организовать общение ветеранов, которого порой так не хватает в пенсионном возрасте. В октябре Центр начал работу в клубах «Восход» и «Мечта», а также на базе библиотеки имени Маяковского и комплексного центра социального обслуживания. Для ветеранов организаторы подготовили развлекательно-познавательные программы и беседы с представителями городских организаций. Встречи ветеранов с представителями администрации, с депутатским корпусом и вообще с представителями различных обслуживающих организаций, в частности медицины, социальных служб, пенсионного фонда – это вообще очень полезная вещь. У нас два с лишним года назад уже такие вещи проходили и очень было полезно. Люди узнавали многое. В клубе «Мечта. Ветеранские встречи» открыл цикл познавательных программ «Знакомые все лица». Педагог Центра внешкольной работы подготовил для гостей рассказ об известных деятелях искусства, советских актерах и певцах, которые хорошо известны бабушкам и дедушкам. Первая встреча была посвящена жизненному и творческому пути Владимира Этуша. Ветеранам представили и отрывки из известных фильмов, где играет советский актер. Также пожилые люди встретились с представителями банка и Центра социального обслуживания. У нас есть свои собственные врачи – терапевт, физиотерапевт, физиотерапия и медицинский кабинет, где вам могут поставить капельницы, делать уколы непремышечные, физиотерапию можете проходить. Вы также можете заниматься наши специалисты – психолог, реабилитолог, культурный организатор. Встречи ветеранов проходят два раза в месяц. Записаться в Центр досуга для пожилых людей можно у председателя Совета ветеранов вашего микрорайона. Узнать информацию о мероприятиях в клубах «Мечта» и «Восход» можно по телефону 981-01 и 943-90. Гимнастика – популярный и красивый вид спорта. Древнегреческий философ Платон признавал ее искусством. Гиппократ для сохранения работоспособности, здоровья и полноценной жизни рекомендовал включать гимнастические упражнения в повседневный быт. Всероссийский день гимнастики отмечают ежегодно в последнюю субботу октября. Как изучают этот вид спорта воспитанницы Икара, расскажем далее. Воплощение эстетики, грации, красоты. Их движения плавные, четкие, невесомые. Они словно парят над ковром. Но мало кто задумывается, что за легкостью и качеством выступлений стоят десятки, а порой и сотни часов в залах на тренировках. Миллионы повторений, ошибок, слез и стараний. Душная гимнастика – это очень сложно описать в двух словах, потому что это действительно очень яркий, грациозный вид спорта. Сложно координационный. Нужно уметь владеть и скакалкой, и мечом, и обручем, булавами, и лентой. Вот, в принципе, очень интересный женственный вид спорта. Всегда он зрелищный, ну и, конечно же, очень тяжелый труд здесь. В отделении художественной гимнастики спортивной школы Икар берут девочек с двух с половиной-трех лет. Начинают занятия с общей физической подготовки, работают со стопами, растяжкой, готовят юных гимнасток к более серьезным нагрузкам. Малыши занимаются, как правило, 45 минут. В основном это разминка и подвижные игры. Я очень люблю, что там очень надо растягиваться хорошо, и всегда есть друзья, которые тебе помогут. А за что любишь отделение? Палец поднимусь. За все. А что прям вот больше всего нравится? Растяжка. Я люблю, потому что здесь хорошие тренировки, и хорошо занимаюсь. Я очень люблю гимнастику. Художественная гимнастика, как и акробатика, или спортивная гимнастика требуют от детей серьезных физических и психологических нагрузок. Но, несмотря на это, многие спортсмены утверждают, что именно этот вид спорта позволил им воспитать силу характера и укрепить здоровье. Большую роль в эффективности занятий играет именно тренер. У каждого свой подход, у каждого свои секретики. Все-таки мой любимый подход – это метод кнута и пряника, что до тренировки мы с девочками лучшие подружки, а на тренировке это уже, соответственно, дисциплина и максимум строгости. Информацию о наборе в секцию художественной гимнастики спортивной школы «Кар» можно получить по телефону 993-87. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok